Друзья, всех приветствую! С вами интернет-магазин Antelife.com.ua Будем сегодня разговаривать про вот такой вот смартфон. Модель называется Cubot X6. Это один из самых дешевых бюджетных смартфонов на базе процессора MTK6592. Смартфон нам предоставил наш партнер Станислав из интернет-магазина eTorbo Kiev.ua. Можно заходить к нему и приобретать эту хорошую модель. Давайте посмотрим сразу комплектацию. Что у нас в коробке. Коробка выглядит вот таким вот образом. В комплекте есть зарядка, есть гарнитура, зарядка, USB кабель, OTG кабель и оригинальная пленка. Сам смартфон имеет такой необычный дизайн. Он имеет вот такой вот корпус, вот такие вот линии изгибов. То есть смотрится очень необычно. По крайней мере аналогов от китайцев с таким корпусом я не встречал. Спереди у смартфона 5-дюймовый дисплей, 3 сенсорных кнопки, которые не светятся. Есть фронтальная камера на 8 Мп, датчики приближения освещения и динамик. С этой грани качелька громкости вверх-вниз. С этой грани есть кнопка включения-выключения. Сверху разъем под наушники и микро-USB разъем для зарядки. Снизу есть микрофон. Снизу нет больше в принципе ничего, только защелка для крышки. Сзади крышка имеет вот такой вот формат. На ней практически не остаются отпечатки пальцев. Есть логотип Cubot, есть 14-мегапиксельная камера и вспышка. Под аккумулятором видим следующую картинку. Под крышкой точнее. Аккумулятор здесь на 2 200 мАч. Если честно, сомневаюсь в честности вот этих вот показателей, потому что аккумулятор, наверное, самая слабая сторона этого смартфона. Я вам об этом расскажу чуть позже. Далее здесь два слота под симки. Стандартный большой слот, микро-SIM и слот под SD-карточку. По корпусу. Интересный корпус. Необычный. Нареканий на корпус, на сборку у меня нет. Все собрано хорошо. Смартфон не люфтит, не трещит, не похрустывает наперегиб. То есть в этом плане все в порядке. Давайте посмотрим технические характеристики через программу Antutu. Набирает этот смартфон, так как он восьмиядерный, примерно 27 тысяч баллов. Это стандартный показатель. Android 4.2.2, 6592. Графический ускоритель Mali-450. Разрешение экрана здесь HD. 13-мегапиксельная камера основная. Гигабайт оперативки. 16 встроенных. Есть слот под microSD-карточку. Частота работы процессора 1,7 ГГц. 6-мегапиксельная все-таки камера фронтальная. А не 8, как я вам сказал в самом начале. Далее, что есть из датчиков. Стандартный, хорошо, очень хорошо работающий GPS. Wi-Fi, Bluetooth, компас, акселерометр. Датчики приближения, датчики освещения. Вспышка среднего уровня. Гироскопов. NFC здесь нет. Однако смартфон, я еще добавлю, поддерживает OTG кабель и OTG функцию. То есть флешку, мышку, клавиатуру можно будет подключить. Multi-touch. Хочу вам продемонстрировать через программку Antutu Tester. Здесь 5 точек касаний. И этого достаточно. Что касается прошивки. Прошивка была с завода. Сейчас покажу вам версию. Понял в последнее время, что очень удобно смотреть в своих роликах, на какой же прошивке был этот смартфон, когда он хорошо работал. В плане перепрошивок и подобного. Прошивка 4.2.2. Полноценный русский язык. Ничего особенного здесь в этой прошивке нет. Кроме того, что вот эти рабочие столы, они немножко стилизированы. Для меня по-необычному. Таких отображений и значков я не видел. Есть меню экономии заряда. Но оно все на английском. Я, если честно, особо в этом меню не разбирался. Не думаю, что оно будет влиять на автономность работы смартфона. Экран. Здесь IPS. Здесь OGS. То есть, задавался целью я найти дисплей на эту модель. Все без проблем есть. На Алиэкспрессе можно приобрести долларов 70. Эта запчасть будет стоить. То есть, это уже означает то, что модель не совсем no name. Хоть я и куботы держу, наверное, впервые в руках. И так скептически был настроен. Но, тем не менее, если экран уже можно найти, значит, это уже достойный аппарат, который можно покупать. И потом, если что, докупать к нему запчасти какие-то, если вы его уроните. Экран довольно-таки неплох. Что я могу сказать? Он довольно-таки яркий. Сейчас я вам продемонстрирую запас яркости. Теперь посмотрим картинки. Углы обзора. На темных картинках, в силу бюджетности матрицы, немножко вот уходит свет в негатив по диагонали. Хотя и смотрится очень достойно. Значительно меньше, чем, например, у того же THL V200S, к пример. Ну, тоже отчасти есть. И еще такой один момент. Когда тестирую я Epic Citadel, там очень долгий тест. И один логотип, он как бы постоянно находится на экране. После того, как я выключил и начал тестить этот смартфон дальше, у меня на экране показалась вот такая вот вмятина от рисунка. То есть, на другой картинке уже, вот я дальше начал там тестировать Antutu Tester, я вот с другого телефона сфоткал, вот такой впечаток в матрицу. Я такое встречал на бюджетных телефонах от ZTE. Если честно, считаю, что это не сильно хорошо. Это признак того, что матрица все-таки не самая лучшая, которую хотелось бы иметь. Касательно звучания. Звук в смартфоне меня порадовал абсолютно в любых условиях. Что при разговоре очень громко, хорошо слышно. Что в наушниках звук очень громкий. И с басами, в принципе, что. Внешнее звучание смартфона меня также порадовало. Довольно-таки громко все. Касательно производительности. Ну, я думаю, тем, кто смотрит постоянно мои ролики, понимают, что HD-экран и восьмиядерный современный процессор это залог успеха в любых современных играх. Давайте продемонстрирую некоторые из них для вас. Спасибо за просмотр! В играх смартфон себя показывает хорошо, однако при нагрузке игры, при длительном воспроизведении, задняя крышка нагревается очень сильно, сильнее, чем у любого другого MDK6592. Однако при этом смартфон себя нормально чувствует в плане того, что он не перезагружается, не выкидывает игру и не высвечивается вот эта надпись, которая иногда бывает, что аккумулятор перегрет, выньте аккумулятор. Этого нет, но нагрев есть значительный. Еще хотел бы сказать по поводу бага, которого я заметил в этом смартфоне. Когда мы хотим что-то скачать через Play Market, любую программу, любое что угодно, вот когда мы нажимаем и вот здесь вот у нас кнопочка принять, она иногда срабатывает не сразу. Такое ощущение, что бывает вот какой-то такой момент есть, что нужно подождать буквально там пару секунд. Вот я сейчас хочу на нее нажать, она не нажимается. Пройдет сейчас буквально там 2-3 секунды и она нажмется. Вот ну не нажимается и все. Вот. При этом тачскрин абсолютно рабочий, 100% в этом месте у меня все отлично нажимается, клацается, то есть, ну вот, абсолютно, без проблем. GPS, давайте продемонстрирую вам его работу. Был приятно удивлен, ловит спутники смартфон отлично. Буквально за пару считанных секунд я делал тесты, сейчас все это вам продемонстрирую. Буквально подносишь его как ноут, я даже не стоял на улице и он словил у меня спутники за 4 секунды. Это действительно классно, ловит спутников много, около 9-10 и стабильно обозначает точку на карте. Касаемо аккумулятора, вот те вот 2 200 мАч, которые я показал вам сначала, в Antutu тестере показывают всего лишь 426 баллов. В принципе, для МТК 6592 это средний показатель, потому что на ранних прошивках ZOPPO 998, 980+, там и то было меньше, там было меньше 400 баллов. Идем дальше, в режиме игры с 100% до 9 смартфон показал 1 час 47 минут с максимальной яркостью. Ну то есть это мало, откровенно мало. У меня были последние модели T11, UMI X3, которые в игре держали 3 часа, то есть буквально в 2 раза больше. И в режиме воспроизведения видео с максимальной яркостью это 3 часа со 100% до 6. То есть по аккумулятору эта модель не будет самой лучшей. Камера на 13 мегапикселей основная и на 6 мегапикселей фронтальная. Во фронтальной камере нету автофокуса. Основная камера снимает с разрешением 13 мегапикселей. Видеозапись идет в формате Full HD. Фотки получаются такого, в принципе хорошего, среднего уровня. Ничего особенного, то есть никакого вау здесь не будет. Однако текст, все что угодно, макросъемка, мне нравится как вот эта вот фотография 100 гривен. Смотрите до какого уровня оно все сфотографировало, что прям аж вот эти все отблески видно. То есть по камере я выложу фотки, уже сами решите для себя достойная камера или нет. Ну и теперь буду подводить итог. Во-первых, модель называется Cubot X6. Предоставил интернет-магазин eTorbo.com.ua Киев.ua, простите. Стоимость этого смартфона в Украине в наличии с гарантией приблизительно 200 долларов. На данный момент, пока я еще не держал в руках Lenovo A850+, восьмиядерный. Этот смартфон является самым бюджетным среди любых восьмиядерных. Что мы получаем за эти деньги? Мы получаем уникальный, необычный дизайн. Такого дизайна я в смартфонах китайцах не видел, это точно. Мы получаем довольно-таки хороший экран, очень средненький аккумулятор, хорошую стабильную прошивку. 1 гиг оперативной памяти и 16 встроенной. Возможность подключения к OTG разъему, через OTG кабель. Это не до конца закрыта крышка, что такое люфт. В принципе, вот и все. Вот такой вот смартфон получился. Он даже дешевле, чем THL V200S. Кому нравится дизайн, кому понравился смартфон в целом, можно вполне брать вот тот бак с Play Market. Я не считаю абсолютно, что это что-то такое страшное. Все там работает, но просто нужно при каждом скачивании с Play Market немножко подождать. Буду заканчивать. Спасибо, что смотрели. Кому нравится, ставьте лайки, подписываемся. Будет много-много новых видео. Всего доброго вам! Субтитры сделал DimaTorzok